Европейские страны, которые еще недавно радушно принимали переселенцев с юга, новым приезжим совсем не рады. От гостеприимства немцев и шведов не осталось и следа. Чиновники решают, как депортировать сдержавшихся гостей. Простые люди выходят на улицы. И многие, кто рассчитывал на новую жизнь в старом свете, уже задумываются, не пора ли ехать домой. О том, как изменил Европу миграционный вопрос, Кирилл Брайнен. С криками «Мы народ!» активисты движения против мигрантов идут маршем по вечернему Потсдаму. В руках лозунг «Остановите исламизацию Европы». Мирная акция быстро перерастает в столкновение с полицией. Примерно в это же время в другом немецком городе, в Мюнхене, полыхает лагерь мигрантов. За считанные минуты сгорает почти все. Причина пожара пока не ясна. Из-за особенностей конструкции контейнеров огонь распространился очень быстро. Все постройки повреждены. Все 75 жителей лагеря спасены. Легкие ранения получил только сотрудник охраны. Он сейчас в госпитале. Случайности или нет, еще предстоит выяснить. И поджог первое, что многим приходит в голову. Настроение гостеприимной Европы заметно изменилось. Еще несколько месяцев назад мигрантов встречали аплодисментами на вокзале в Берлине. Раздавали еду и деньги. А теперь политики обсуждают ужесточение законов, позволяющих получить убежище. Те, кто так стремился в эту самую радушную страну Евросоюза, явно разочарованные. Кое-кто даже добровольно возвращается обратно. Я приехал в Германию, чтобы построить здесь свое будущее. Но я понял, что на невыполнимых обещаниях будущее не построишь. Получить убежище невозможно. Другая проблема – это деньги и еда. Теперь я еду в Ирак, чтобы нормально поесть. Мы чувствуем себя униженными. Когда я вернусь в Багдад, я встану на колени и поцелую землю. И вот вторая в рейтинге гостеприимности европейская страна – Швеция – отворачивается от беженцев. Издание «Даггенс Индустри» со ссылкой на министра внутренних дел сообщает о том, что тысячам мигрантов придется уехать. Правительство поручило полиции и миграционной службе подготовить к депортации до 80 тысяч человек, которые приехали в Швецию в прошлом году. Для этого будут использованы чартерные авиарейсы. Министр внутренних дел называет это серьезным вызовом. Миграционный кризис все сильнее раскалывает старый свет. Министр юстиции Франции ушла в отставку после появления законопроекта о лишении гражданства осужденных за терроризм. На прощание Кристиан Табира, родившаяся во французской Гвиане, написала в Твиттере. Иногда сопротивление означает уход. Сопротивляются и власти Греции. Давление Брюсселя растет. Чиновники Евросоюза обвиняют правительство Ципроса в недостаточном рвении по охране границ. Мы взяли на себя определенные обязательства, и мы добились прогресса. Мы полностью выполним эти обязательства в течение месяца. Но еще предстоит понять, выполнит ли Европа свои обязательства по отношению к Греции. Миграционный кризис не греческий кризис. Это общеевропейский кризис. И мы должны искать европейские решения европейских проблем. Вы понимаете? Двигайтесь. Медленно. Это очень опасно. А это уже Италия. Как и Греция, эта страна не первый год принимает на себя удары потока беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Только накануне береговая охрана спасла еще почти полторы тысячи человек, стремящихся попасть в Европу любой ценой. Здесь они, конечно, не задержатся, а двинутся дальше на север. Туда, где все больше говорят о том, как отправить этих людей обратно. Кирилл Брайнен, Дмитрий Малышев и Федор Юрасов. Первый канал.